Я не откажусь от тебя. Я никогда не смогу это сделать. Как-то я долго сплю. Завтрак готов. Я купил сельский хлеб, и к тому же у нас есть джем, мед, у нас все есть. Давай, ставай. Эх, Бахар. Эх. Что случилось? Поговорила с сестрой? Все нормально с ними? Да, я поговорила. Все нормально. Не волнуйся. Да ладно. Буду я волноваться или нет? Что это изменит? Главное, чтобы они решили свои проблемы. Мама? Ну, слушай. Я кое-что скажу тебе, но... Что случилось? Говори. Ну, ты сейчас... Главное, сестра. Доченька, говори давай, что хочешь сказать. Что опять случилось? Ну, я просто услышала разговор с сестрой Елдыз и господина Фермана. Что ты услышала? Господин Ферман, Елдыз, сестре Елдыз сказал вот что. Ну, что он сказал? Моя сестра Усмана Кузана попросила дом. Но сестра же так не сделает. Да наверняка господин Ферман неправильно понял просто. Усман Кузан насильно отдал сестре. Но я расстраиваюсь вот из-за чего. Ну, эту новость сейчас все узнают. Подумаю, что сестра захотела. А так сестра бы такое не сделала бы. Не знаю, Кадер. Я уже не настолько уверена в этом. Не могу узнать свою дочь. Большое спасибо, хорошего дня. Спасибо, хорошего дня. Любимой у нас будет дочь. Дорогая, я же говорил, что чувствовал, что так будет. Я люблю тебя. Ну, пойдем. Моя зверяя, принеси мне мои лекарства. Доброе утро, господин Усман. Доброе утро, госпожа Рязан. Ну как, вы смогли хорошо поспать? Ой, я как ребенок выспалась как следует. Доброе утро, госпожа Рязан. Комната у вас наверху. Вы, видимо, потерялись, да? Боже мой, госпожа Захре. Нет, я не потерялась. Да, я просто хотела в бане немножко посидеть. Но вы, видимо, не пользуетесь ей. Система не работает. Боже мой. Ваше лекарство. Как это может быть? Назире. Скорее сауну включи. Конечно, не хочу нагружать, но это уже привычка. Каждое утро в Америке я иду в сауну. Я обязана красоте своей кожи в сауне. Мне кажется, вам тоже стоит пойти, госпожа Захре. Я в комнате буду, Назире, дорогая. Как будет готово, сообщишь, я спущусь. Я тоже хочу каждый день заходить в сауну на всякие процедуры. Да вот слишком затратно будет для господина Усмана, поэтому он не разрешает. Ну, как дело доходит до господина Резала? Назире, включи, Назире, сделай. Мы-то, наверное, ничем не хуже. Боже мой, Захре. Она наш гость. О чем я переживаю? О чем ты? Послушай, Назире. Не будешь ты включать сауну. Скажешь, не работает, не зажигается, сломанно, мне плевать. Ты не случай, точка. Но господин Усмана разозлится. Не начинай, а. Говори, что я говорю. Ой, клянусь, прередавала. А, это ты? Добро пожаловать, заходи. Нет, я не буду. Просто переживал за тюрьму Сергея и давно ее не видел. Как она? Все нормально? Да, слава Всевышнему, все нормально. Кажется, сестру высматриваешь, но ее нет. Она с Кемалем уехала. Уехали? А куда? Ой, знаешь, мы тоже не знаем. Ладно, пускай мама не слышит. Они на предмедовый месяц поехали. Ну, то есть я тоже не знаю, где они. Я понял. Ну, ладно, увидимся. Приглядывай хорошо за мамой. Да, пока-пока. А вот и наш свежий хлеб. Ты давай, начинай, чтобы не остыло. Ну, давай. Хотим покапризничать, да? Ну, ладно. Тогда первый кусочек пойдет от меня. Джем предоставила соседка. Знаешь, она подумала, что мы молодожены. Кемаль. Ну, я не стал портить. И это не вранье, у нас скоро будет свадьба. Хочешь, нам этого месяца будем приезжать сюда? Что скажешь? Давай, открывай рот. Кемаль, ну не надо. Ладно, дорогая, если захочешь, приедем не сюда, поедем в другое место. Давай, открывай. Кемаль, хватит. Пожалуйста, хватит, а? Не надо делать, если будто ничего не случилось. Скажи что-нибудь, поговори со мной. Дорогая, давай позавтракаем, потом мы поговорим, да? Почему ты не понимаешь? Это нам никак не поможет. Приди уже в себя. Пожалуйста, скажи что-нибудь, заговори со мной. Чего ты хочешь, чтобы я сказал? Я не знаю, но хватит уже. Не знаю, злись, кричи на меня. Отчитывай меня. Но так себя не веди. Скажи что-нибудь. Хватит уже со мной играть. Вам тоже хорошего дня. Спасибо. Да, Хакан. А ты откуда узнал? Слушай, прости, пожалуйста, но я была вынуждена спросить у еще одного доктора. Ты знаешь, что у меня нет другого выхода. Я должна избавиться от этого ребенка. Он тоже сказал, что нельзя. Он не сможет сделать эту операцию. Нет. Я не могу сказать. Не могу сказать отцу. Я не могу. Хандан? Хандан, ты там? Господи, Хандан. Боже мой. Не открывается. Госпожа Рязан. Ой, господин Осман. Что-то я тут застряла. Не открывается дверь. А вы ее запирали? Да нет, с чего это? Мне что, есть что скрывать, чтобы запирать дверь? Ладно, я тогда посмотрю. Прошу. А, ну и, кстати говоря, как сауна прошла? Ой, да это оказалось враньем. Сауна была сломана, но зира не смогла ее запустить. Как это? Что такое, господин Осман? Госпожа Рязан застряла в дверях. Еще и в таком виде, ничего себе. Да и сауна не работает. Уж непонятно, что случилось, но сломалась. Ну вот мы не пользовались, не пользовалась она и сломалась. Я посмотрю, как дверь, она иногда не хорошо работает. Да там внутри просто заедает. Что происходит, мама Зухра? Твоя мама просто в таком виде застряла здесь. Дверь просто не поддается. Сейчас открою. Ой, большое спасибо. Клянусь, я так замерзла. Пойду поскорее оденусь. Да, конечно, в таком виде не нужно вам разгуливать. Иначе замерзнет, правильно же? Стыд какой. Стыд, сказала Мазира, да? Чтобы она сауну не запустила. Кемаль, почему ты делаешь вид, будто ничего не случилось? Потому что ничего не случилось. Бахар, я все понял неправильно. Расстроил тебя? Дал тебе почечину. Мне очень стыдно за это. Я знаю, папа захотел, чтобы ты вела себя так. Ты вела себя так, чтобы наладить наши с ним отношения. Но я... Дорогая. Я знаю, что ты все еще обижена на меня. Сможешь ли ты простить меня? Да черт меня подери, Бахар. Мне очень жаль. Кемаль, хватит, а? Пожалуйста, хватит. Бахар, что это за человек такое? Как ты можешь быть таким хорошим? Столько раз звонил тебе, Хантан, чего ты мне отвечаешь? Слушай, скажи же что-нибудь, что случилось с тобой опять? Бират, да ничего не случилось, ладно? Что это такое, я не понимаю, допрос, что ли? Если ты пришел сюда для этого, то не задерживайся и уходи. Я не вынесу этого. Боже мой. Наверное, переживаю я. Ты выглядишь неладно. К тому же, успокойся. У меня для тебя плохая новость. Что за новость? Кемаль и Бахар нет дома. И никто не знает, где они. Что это значит? Разве Кемаль не покинул дом? Да, это было так. Я не понял, как все изменилось вдруг. Их разговор с Катерина начала нести чушь про преддельный месяц. За ней сбежали, ей-богу. Черт подери. Что это такое? Баня, турецкая сауна. Спятила ты, что ли? Ну, раз уж есть турецкая сауна, решил воспользоваться. Что это такое? Слушай, не пользуйся этим. И в халате не нужно ходить по дому. Я тебя произносила не для того, чтобы ты меня позорила. И ты начинаешь бесить господу Зухре. Следи за своими действиями. Хватит кричать, ну. А это что за пакет такой? А даже господи Зухре, будто сама купила ей. Маленький подарок. Ой, мне так интересно, что я купила. Красивая блузка. Хотя пускай она тебя начнет любить. Хватит кричать. Хватит кричать, успокойся. Папа, думаешь, сейчас многолюдно? Ферда и Тунча тоже придут. Хочешь, можем в компании поговорить. Нет, так нельзя. Займись немножечко свекровью своей, а? Я подпишу документы и отправлю Тунча, не волнуйся. О, ничего себе, добро пожаловать. Заходите внутрь, холодно, заходите. Привет, Назош. Привет. Как дела, Назош? Все нормально, единственное мой. А ты как, бусинка моя? Все нормально, Назера. Давай, дорогой, давай. Привет, дядя. Как дела, кузен? Привет. Добро пожаловать. Жду письмо из почты. Придет и начнем сразу. Я до начала священия на кухне выпью кофе. Будет хорошо. Пусть все знают свое место. Давай, давай. Займись почтой. Не плачь, пожалуйста. Кермаль, говори, дорогая. Я на самом деле не столько невинна, как ты думаешь. Все это было моей ошибкой. Твой отец никак не был связан с этим. Нет, я знаю, что это не так. Ты все это говоришь, чтобы я не стал врагом для своего отца, правильно? Слушай, ладно. Допустим, ты провинилась. Допустим, ты захотела у отца тот дом, который он дал. Однако, Бахар, я люблю тебя. То, что ты сказал в тот день, все еще у меня в ушах. Ты сказал мне, что я не знаю, что такое нищета. Что я не знаю, каково это, когда никого нет рядом. И это правда. Ты была права. До момента, пока я не узнал тебя, я не знал о мире вообще ничего. В тот день изменился мир мой. Пока ты пыталась вернуть деньги, которые у тебя похитили. Пока боялась, что выселят из дома. Я впервые в жизни задумался о том, что я могу эти деньги получить за ночь. Я впервые в жизни задумался о возможностях людей. И заметил я не только это. В тот момент я посмотрел на тебя. Но я понял, что я до этого даже близкой любви не проходил. Никого не любил так сильно, как люблю тебя, Бахар. Давай, вставай, уходим. Куда? Я не знаю. Куда бы они ни отправились, мы это узнаем. Даже если они провалились сквозь землю, все равно мы их найдем. Слушай, хорошо, Хандан, допустим, найдем. Но как мы это сделаем? И что будем делать, если их найдем? Слушай, Бахар, я иду. Хочешь, иди. Хочешь, нет. Я найду способ. Да подожди ты, а. Удачного рабочего дня вам. Благодарю. Если мы там сядем, мы вас потревожим. Нет, госпожа, вы наслаждаетесь жизнью. Эй, Люль, дорогая, хочу поздравить тебя. Мама твоя пришла. Спасибо. А кто этот милашка? Ты мой племянник, господа Ризан. А, вот как. Очень приятно познакомиться. Знаете, господа Ризан, мы так долго ждали вашего прихода. Но, кажется, и Люль вся в отца на вас не похожа. Вы гораздо красивее. Боже мой. Что такое, кузен? Что ты, мою будущую жену хочешь скорбить? Нет, она тоже ничего такая, но... Ты посмотри на ее маму, такая красота. Слушай, ты тоже такой красавец. Ну, как говорится, девочка в тете, а мальчик в дяде. Ничего себе, кто-то может смеяться в этом доме. Уже два дня все так. Тут так весело, так смешно. Но госпожа Зухра так разозлилась, с ума сошла. Голова болит, наверху она спит. А, да. Эта женщина лечит к господину Усману. И господин Усман так ведет себя с ней очень хорошо. Он сказал включить сауну. Нет, еще чего. Я не поверю. Назирея, дорогая. Дорогая, если тебе не сложно, можешь мне сделать турецкий кофе с сахаром? Конечно, сделаю сейчас же. Слушайте, я пойду тогда внутрь. Какая красивая девушка. Дай бог, судьба у нее будет такой же прекрасный, как Личика. Дай бог. А это что? Ты что, все должен знать, что ли, а? Хондан, успокойся, чего ты так паникуешь? Да я не паникую. Хондан, то, что внутри документы больничные, там отчеты. Если ты что-то скрываешь от меня, я ничего не скрываю от тебя, Бират. Хондан, послушай, если ты больна... Нет, я не больна. Давай пойдем, мы поскорее их найдем. Хондан, послушай, у тебя здесь никого нет. Если у тебя что-то есть, не затяйте, Бират. Давай, пойдем, говорю же. Да, боже мой. Не суждено было. Никак не смогли пожениться. Моя дочь стала причиной этого, да? Нет, нет. Надзеля, пожалуйста, скажи правду, дорогая. Я илюлик разлучила. Слушайте, госпожа Рязан, до того, как госпожа Илюль появилась, они уже расстались. Но как только Фериде ушла из дома, госпожа Илюль начала встречаться с Джанетем. Ой, бедняжка Фериде. Так жалко стало ее. Господин Атеш это отправил? Да, господин Джанет это видел. Я принесла, чтобы вы тоже знали. Папа, в одни в отеле возникли кое-какие проблемы. Нам нужно заняться ими. Можно мне документы? Детка, не могла найти кого-то, кто больше на тебя был бы похож? Откуда эта мама взялась? Тебя не касается это. Хотя типаж нет, но характер похож. Она такая же жизнерадостная и веселая, как ты. Слушай, не надо меня злить, ладно? Элюль, дорогая, я тебе-то говорю ради твоего же блага. Женщина, она как бродяга. Знаешь, она может внезапно взорваться. И доченьке своей что-нибудь повредить, там, руку, ногу, да? Не дай бог, конечно. Слушай, будь начеку, ладно? Я вам принесла фрукты. Вы кушайте и работайте. А я для вас почищу. Мамочка, не нужно было их тревожить. Да нет, я без звука здесь сейчас все почищу. Возьми, милаха. Спасибо. Я не буду, потом. Так нельзя. Ты больше всех кушай. Я принялась перед тобой, после того, что дочь моя сделала. Ты была права. Я не разбираюсь ни в нищете, ни в одиночестве. Я ведь самый маленький сынок дома, избалованным их метки маль. И жизни я тоже не знаю. Тоже правда. Но я узнал Бахар, который как глава семьи убивалась роднее. Я уже не тот старый Кемаль. Я изменился. А сейчас я хочу, чтобы от нищеты Бахара, от того, что у нее никого нет, ничего не осталось позади. Позволь, я все плохие воспоминания сотру. Дан себе обратно твое детство. Хочу, чтобы то, что ты не смогла прожить, мы вместе прожили бы, Бахар. Много лет ты на плечах столько всего тащила, так передай мне, а сама отдохни. Бахар, тогда твоя рука не прикинулась к моей. Я тогда только оказался в твоей жизни. Мы говорили о твоем отце. Ты всегда говорила, что эта жизнь тебя пугала. Ты сказал, возможно, это от того, что нет отца у тебя. Ты была права. Я хочу, чтобы моя возлюбленная в жизни не боялась ничего. Потому что есть я. Хочу, чтобы ты забыла о жизни без отца и жизни без кого бы то ни было, Бахар. В тот день я очень крепко захотел себя обнять. Хотел сказать, не бойся. Так же, как и сейчас. Не бойся, Бахар. Я теперь есть. Кто-то вам неправду сказал, госпарь Резан. Передай непострадавший. Есть то, чего вы не знаете. Папа, зачем это сейчас нужно? Давай закроем тему, пожалуйста. Пускай расскажет. Я никого не боюсь и ничего не стесняюсь. Ты... Я люблю слушать истории. Послушай меня. Виноватая и сильная, что ли, а? Господин Усман. Папа, разве сейчас время для этого обсуждения? Ой, простите, пожалуйста. Да все. Совещание окончено. Бери документы, пошла вон. Папа, что ты делаешь? Я именно, что посчитал тебя человеком, пригласил сюда. Пошла вон отсюда. Вам лучше знать. Хорошего дня. Мама, что ты делаешь, а? В чем провинил Смолтвэр? Вина тех, кто не может разговаривать нормально. Назирея. Смог узнать? Они поехали домой к Халиту, в село. И по дороге они еще отвезли машину Исмаила. Черт, я в подери, Бахар. Рано или поздно я просто ее убью. В чем провинился Бахар? Это кем я все сделал? Да не суть. Давай, говори, адрес. Нет, никакого адреса не знаю. Так иди тогда найди. Что ты говоришь такое вообще? Слушай, поумнее, иначе поссоримся. Не забывай, что мы вынуждены быть вместе. Прости. Ну, а ты узнаешь? Стоит не задуматься, что Бахар рядом с этим подобком. Я так зюсь. Конечно, я узнаю. Ты смотри, а. В моем доме что выделывается на меня? Слушай, ты кто такая вообще, а? Тоже мне историю она любит слушать. То, что она натворила, теперь историю, что ли? Отец Осман. Я еще раз извиняюсь от имени мамы. Она очень не к месту сказала. Она там доченька Ради Всевышнего. Ничего, в чем она провинилась? Мамочка, а что это у тебя в руках? Сюрприз для господина Османа. Надеюсь, я смогу сделать так, чтобы вы простили меня за ту нервозность, которую я создала ранее. Да не стоило, правда. Господин Осман, если позволите, это маленький подарок для вас. Большое спасибо, вы очень милы. Большое спасибо. Вы очень внимательны. Попросила вашего водителя. Спасибо ему, он купил. Причем ракуя Яшизюм. Обожаю его. Спасибо. Знаете, Каспаралезам, вы молодец. За две минуты разобрались с дядей. Вечером выпейте, наверное. Ты прав, сынок. Такую красоту со слоненной шеей нельзя оставлять в бутылке. Мамочка, можно тебя? Хочу кое-что спросить. Доченька, сейчас нельзя, мы разговариваем. Мамочка, нужно сейчас обязательно. Господин Осман, прошу. Ладно, сейчас приду. Что случилось с подарком для господи Зухрея? Что за глупость? Откуда рак и взялся? Подарок, который ты купила, безвкусный. Да и к тому же господин Осман больше интересовался мной. Мама Зухрея, ну как вы? Ну, так. Так, Назирея, с кухни обезболивающая принеси, пожалуйста. А Назирея нет, отправила ее домой. Домой? А почему? Чушь какую-то говорила, потому что... Да и эту полусмену, как и остальные, вычту из зарплаты. Мама Зухрея, я принесу вам лекарство. Что это, господин Осман? Ты что, днем рак и, что ли, будешь пить? Господин Лизан дядя подарила, тетя. Ах, вот как. Ну, спасибо ей. Рак и с меня, а закуски с тебя растянутся. К вечеру подготовишь парочку, ладно? Потому что мы с господином Османом будем пить. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Да ладно, хорошо, что Сман Козан выгнал нас из дома. А что, это плохо? Отдохнем немного. Я пришла, она неспокойна, сестра. Как бы он потом ничего плохого тебе не сказал. Да господи, не станет он. Что он скажет? Ну, максимум вычтет из зарплаты. Господи, думает все еще о деньгах, хотя у него столько денег. Ну ладно. Знаешь, так хорошо, что мы пришли. А то ты оставалась там и... Одна и... Дорогая, я же за тебя переживаю. Слушай, ну грех же, грех, дорогая моя. Спасибо тебе, Назаш. Но... Правда, порой я чувствую себя одиноко. Ой, дорогая бусинка моя, я не могу так, не могу так, дорогая моя. Назош. А что делает Кемаль, все еще остается здесь? Нет, нет, он в Бахар поехал, у них живет. А как там мама Бахар? А, Сергей, выздоровела. Мехметки, Мане в порядке. Почему? Косман Козан. Никак не смогли дети улыбнуться. Ну, если понимаешь, стиль, тот же ситуация, та же. Давай, приятного аппетита. Тебе тоже. Боже мой. Клянусь, вся с ног до головы в масле, а. На самом деле, мама за ухрой не стоила жарить. Этого хватило бы. Доченька, разве может такое быть? Твоя мама столько дней, столько дней намекает на это блюдо. Уже и по сне нибудь говорит. Если господин Усман не увидит, застал им разозлиться. Вы простите, пожалуйста. Мама очень полюбила вас, немножко расслабилась, но немножко переступила грань. Да ладно, дорогая, разве может такое быть? Боже мой, будьте внимательны, мама за ухрой. Все нормально? Да все нормально. Все нормально, мама? Все нормально, не волнуйся. Да еду они готовят, что может быть? Господин Усман, как так случилось, что такие противоположности притянулись? Я не понимаю. Но вы такой жизненно наполненной энергией и все еще в форме. А госпожа Зухре более такая приземленная, такая спокойная. Будто она доверила себя годам, будто склонилась. Для Зухре всегда такое было? Да. Мама очень величественная. Но может капризы любого человека терпеть. Поэтому она одна такая, ни на кого не похожая. Ну ладно. Я поднимусь к себе. Я нашел адрес. Ну и где же дом? Тут написано. Хорошо, но что мы там будем делать, когда поедем? Ну ладно. Тогда одна поеду. Куда собралась? Не знаю. Но я не могу сидеть и идти ждать, Берат. Хандан, ради силы еще не надо опять позор устраивать, а? Устрою позор, и что будет? Что с тобой, Хандан? Ты не плачь. Давай, подвезу тебя до отеля. Почему? Кто я для тебя, а? Разве мы не вынуждены с тобой быть вместе, а? Зухля, поставь какую-нибудь музыку. Так ведь нельзя. Ой, не нужно. Я вам могу спеть. Что хотите? Какой песня? Какая песня? О, я тоже очень люблю ее. Только голоса нам тут не хватало. Мне тоже налей, господин Усман. Нет, еще чего. Ты не можешь пить, плохо станет потом. Да и выпей, дорогой. Клянусь, она будет пить. Ну, давайте тогда. Тогда, мне кажется, нужно выпить за тетю. Ты что скажете? За Зухру. За маму Зухру. За маму Зухру. Я не могу отказаться от тебя. Никогда не смогу. Я думал, что я отношусь к этому месту. Что это мой дом. Я так думал. Я стоял на ногах, потому что ты рядом. Но ты все испортила. Взамен на жизнь твоей мамы, я прошу Кемаля. Если хочешь, чтобы твоя мама жила, оставь мне Кемаля. Я обещаю. Я расстанусь с Кемалем. Кемаль будет ненавидеть меня. Я клянусь тебе жизнью своей мамы. Ну, для салата все готово. И рыба очень достойная для вас, госпожа. Купил прекрасного морского окуня. И еще сюрприз. Давай, садись, а я все приготовлю. Кемаль. Слушай, если так больше вести себя, я ведь не смогу на кухню пойти. И рыба станет враньем в итоге. Не смогу от тебя дойти ни на шаг. Нет, так нельзя. Давай, иди на кухню. Наливай еще, госпожа Зухре. Наливай, наливай. Все, хватит, Зухре, для тебя много. Не хватит мне. Нет, этого мало. Мало. Дядя, сделать кофе, тетя? Тетя Зухре, пойдем, сделаю тебе кофе. Ну, пойдем, а? Ну, давай, наливай, Реза. Давай, давай, пойдем. Боже мой, не стоило ей столько пить. Мы сказали, не слушается же. Мама, тебе тоже хватит пить уже. Да я-то привыкла. Я привыкла. Пойду посмотрю, как там Дженейт. Давай, садись. Слушай, тетя, ну не надо так. Мои дети так несчастные. Мама несчастная, дети несчастные. Я не нормальной женой, не нормальной, не мамой нормальной не смогла стать. Я... У меня не получилось, Тунч. Тетя, не говори так. Ты стала очень хорошей мамой. Для Дженейта, для Кемаля, для Йилдыс. Ты всегда стоишь за ними. И с кожи вон лезешь, чтобы их защитить. Часто ты идешь против дяди, ради него. Что еще ты можешь сделать? Я... Быть может... Ну... Ну, может быть я человек, у которого много грехов. Может, я не настолько хорошая мама, Тунч. Тунч. Тетя. Слушай, холодно здесь. Давай, уложим тебя. Всевышний. Пожалуйста, дай мне силы. Что же я так буду делать? Ах, если бы все это было кошмаром. Настало бы утро. Солнце появилось бы. Проснулся бы я. И забыла бы все. И Кемаль бы тоже проснулся бы. И мы бы продолжили все с момента, на котором остановились. Будто ничего не случилось. Хочу до конца дней своих просыпаться всегда с Кемалем. Так, будто мы никогда не будем расставаться. Будто это наш дом. И мы никогда с ним не расстанемся. Ах, если бы это было бы правдой. Открыл бы я глаза. И все стало бы по-другому. Забыл бы все, что произошло. Слушай, да все нормально со мной. Осман, мы так хорошо пили. Зачем ты привел меня сюда? Да что это? Скажи что-нибудь. Хватит, Зухре. Спи давай. Почему мы так много выпили, а? Слушай, сынок. Мы сказали, слушаете ли? Если вам что-то будет нужно, позовите. Все настроение испортило людям, а? Иди отсюда. Пошел вон. Рызан тебе песенки споет, настроение поднимется. Не гнепи ты, Зухре. Побуду еще немного спонгай. Хорошо, дорогой. Я не пьяная, Джинейт. Я не пьяная. Молодец. Хорошо отыграешь роль. Продолжай в том же духе. Но давай еще кое-что добавим в эту игру. Ты, Усмана Кузана, сведешься бы. Ладно. Ладно, я считаю, все сделала. Ты молодец. Госпожа Рызан. Простите, пожалуйста. Ну, это Зухре. Не привыкла к такому. Хорошо, мы ее уложили. На чем остановились мы? Знаете, в последний раз наши бокалы были в воздухе. Давайте выпьем за нас, за родственников. Ты так внезапно появился в моей жизни. И мои глаза перестали кого-либо, кроме тебя, видеть. Теперь ты и моя жизнь, Бахар. Да все, ладно, хватит плакать уже. Я не хочу, чтобы эти глаза плакали. Смотря в них, я всегда хочу видеть себя. Ты тоже, когда будешь смотреть мне в глаза, будешь себя видеть. Есть только ты, Бахар. Только ты. Люблю тебя. Что я знаю? Что-то случилось, дорогая. Ничего. Это не останется безнаказанным, Бахар. Не останется. Хакан, я должна избавиться от этого ребенка. Почему ты не понимаешь? Нет, я не могу его родить. Что я скажу маме и папе? Неужели ты не видишь, у меня нет другого выхода? Слушай, послушай, я готова к лучшему профессионалу пойти. Сколько бы это ни стоило денег, я заплачу. Умоляю, Хакан, найди способ. В Швеции? То есть есть надежда, да? Хорошо. Спасибо. Я буду ждать от тебя новостей. Кадер. Кадер, телефон. Кадер. Алё. Да, это я, Сергей Кайджан. Да, я его мама. Что-то случилось? Слушайте, ради силы с него скажите, что-то случилось? Всё нормально? Мама? Что случилось с братом? Ладно, ладно, я сейчас приду. Как-то меня не пустят. Я его мама. Можно я хотя бы голос его услышу? Ну вы тогда скажите что-нибудь. Что случилось? Мой сыночек, он жив? Ради силы с него скажите, он жив? Вы же... Вы не обманываете меня, правильно? Умоляю вас. Ладно, я жду. Мама, что случилось с братом? Пырнули ножом. Они сказали, что он в свой выходной вышел погулять. И в это время... Боже, сохрани его, пожалуйста. Он же не звонил, не звонил. Разве он может не звонить? Может он не звонить? Не очевидно, очевидно, что что-то случилось. Субтитры создал. Хандан. Все нормально? Двольно. Фериде, привет. Что ты здесь делаешь? Я ночевал у Назире ночью. Вышла, чтобы тебя увидеть. Собралась позвонить, но я встретила тебя. Ну, тогда хорошо вышло. Ну, а ты куда идешь? А я на работу. Пойдем, я тебе чай закажу. Пойдем. Ты позавтракала? Здесь есть прекрасное место, где делают семит. Пальчики оближешь. Ну, а ты как? Да нормально, как сам знаешь. Прошу, господа Рязан. Сахарочек, ты приготовила, как я говорила, да? Прошу, господин Осман, это для вас. Моя особенная формула. Когда я перебарщиваю с алкоголем, это приводит меня в себя. Здоровая рученька ваша. Но вечером ведь было очень весело, да? Да, правда, было прекрасно, развеялись. Где мама, отец? Откуда мне знать? Я проснулся, и ее не было. Господа Рязан, дорогая, давайте в кратчайшие сроки повторим. Лучше чем понравилось мне. Как знаете, господин Осман. Эй, Люль, пойдем. Хорошо, дорогая, возьму сумку. Мама, пойдем в комнату, я тебе кое-что отдам. Папа, ты идешь? Нет, сынок, я за ним приеду, выезжайте. Да и я дождусь вашу маму. Господа Рязан, нельзя оставлять одну. Проходи, проходи божье наказание. Что я тебе сказала? Что сказала? За меня хочешь уничтожить, что ли, а? Послушай меня. Слушай, ты будешь держаться подальше от Тотмана Кузана, и чья я тебе шею сломаю, понятно? Да пода... Да стой, ты боляешь, что ли, а? Эй, Люль, давай мы опаздываем. Хорошо, дорогой, сейчас приду. Мамочка, увидимся. Куплю чего-нибудь сегодня и поеду домой к Бахар. Давно не занимались ими. Мама? Мамочка? Покушай же чего-нибудь. Нет, Илдис, мне не хочется, я не могу кушать. Сейчас я тарезам, прямо перед твоим отцом. Завтракать там с ним. Так не нужно было тогда приходить сюда. Ты же и меня не слушаешь. Даже не позвонил. Тогда ты позвони. Мам, ну почему ты ведешь себя как школьница, но... Папа увлекся работой, он забыл. В жизни я не позвоню. Ладно, не звони. Но не надо тогда так расстраиваться. Ты прости, Илдис, я тебя тоже потревожила, испортила тебе аппетит, однако. Я поеду домой. Мама, что ты делаешь? Мама, ма-мам, ты чего как ребенок? Мама, мамочка, я же пошутила. Хандан, пожалуйста, выслушай. Слушай, Илдис, я делаю все, что было в моих силах. Я пытался расстаться с Кемалем, но... Но у меня не получается, я не справляюсь. Вчера мы с Кемалем... Слушай, закрой рот. Я больше не буду слушать про твою любовь. Всевышний покарает тебя. Ты у меня своровала Кемала. А сейчас сделай, что хочешь. Иди и на моем несчастье создавай свое счастье. Я отсюда уезжаю. Что? Куда ты? Я в Швецию. У меня проблемы. Я сейчас не буду водиться с тобой, иначе я не успею на самолет. Сейчас иди. Давай, иди вон. Ну а мы с Кемалем... Слушай, ты слов не понимаешь, что ли? У меня есть проблемы посреднее, чем ты сейчас. Это все ты меня прокляла. Антан, все нормально? Если хочешь, я могу... Слушай, иди отсюда. Говорю же, уходи. Вон! Тебе подошло быть водителем. Ой, да что ты говоришь. Было бы хорошо, если бы я был водителем, но пока я не водитель. Давай, допивай чай. А я разберусь тут. Тебе помочь? Нет, дорогая, еще чего. Сиди и попивай чаек. Это ведь не женские дела. Ну, давай рассказывай, как Бахар. Я случайно услышала, в тот день, когда ты приходил в компанию, я слышала, как ты говорил с братом. Не волнуйся, все уже лучше. Кемаль, я тебе кое-что скажу. Кое-что одно. Не теряйте время. Сразу женитесь, Бахар. Мама, ну все, хватит плакать. На себя посмотри. Ну ладно. Видишь, мы поговорили, все нормально с ним. Нет, ну я не понимаю, кому что нужно от моего сыночка, а? Слушай, да там полно больных ублюдков. Послушай меня, Кемалью и сестре не говори, ладно? У них так много проблем. Пускай еще из-за этого не расстраиваются. Ты не волнуйся. Я в воскресенье тебя к брату отведу, ладно? Ну все, вытирай слезы. Пускай тетя Сергей полностью выдравит, и мы наладим свою жизнь. Конечно, у нас будет свадьба. Всегда что-то будет вылезать, Кемаль. Никак все не наладится толком. У нас с женой это не получилось, но вы сделаете. Подожди это, послушай того, чтобы никто не расстраивался, а в итоге вы просто все потеряли. Все эти ловушки, вранье, никак не смогли оставить нас в покое. Слушай, два человека любят друг друга, но весь мир будто против них пошел. Ах, если бы, когда он сказал мне пожениться, я пошла с ним. Но уже слишком поздно. Ладно, не расстраивайся. Кемаль, если ты любишь Бахар, если ты правда ее очень любишь, то не теряй время попусту. Не губите себя. Эх, Фериде моя, ты совсем другая. Ах, если бы с братом. Не надо думать о нас сейчас. Думай только о себе и о Бахар, ладно? Ну, ладно тогда. Давай сегодня с этим закончим. Ты серьезно? Вполне себе. Благодаря тебе. Я максимально серьезен, так серьезен я еще не был в жизни. Наверное, ты поможешь мне в свадьбе? С удовольствием. Тогда я отпрошусь у начальника и приду, ладно? Хорошо, я жду. Ой, Фисташка. Хорошо, что ты пришла? Пусть Всевышний будет доволен тобой. Спасибо, доктор. Хорошего дня. Что случилось, мама? Там порез маленький. Вообще ничего не задел, все нормально. Слава Всевышнему, с ним все нормально. Слава Всевышнему, видишь? А вот и я. Добро пожаловать, доченька. Привет. Ну как, деловое собеседование? Ну, деловое собеседование? Да нормально, они перезвонят. Сестра, ты опустишь все эти деловые собеседования? Давай к теме вернемся. Что у вас там с Кемалем? Что между вами? Я не знаю. Вы выходите, господин Эсман? Да, госпожа Резан, я отправлюсь в компанию. Подождал Зухре, но она не пришла. Что вы будете сегодня делать? Да ничего. Я буду просто сидеть дома. Мама. Моя доченька ведь не может взять меня, провести экскурсию по Анкаре. Столько лет, я приезжаю в Анкару, но ничего я здесь не знаю. Разве так можно, госпожа Резан? А мы зачем нужны? Я вам устрою прогулку. Ой, было бы очень хорошо, господин Эсман. Ха-ха-ха-ха. Наргиз. Я сегодня в компанию не приеду. Я займусь гостей. И Кязем со мной останется. Давайте, собирайтесь. Какой вы прекрасный человек, господин Эсман. Я сейчас приду. Господин Тунч? Господин Эсман позвонил. Сегодняшнее совещание он отменил. У него есть гости. Кязем тоже с ним. Имейте в виду. А что такое? Мир, наверное, перевернулся верном. Да, видимо. Жги Резан. Жги Резан. Ну что, они согласились? Все готово. Сегодня мы распишемся. Как же так? А документы Бахар не нужны? Да у нас тут и знакомые. Ранее мы обращались, он оттуда информацию взял. Спасибо ему. Ой, какой ты прекрасный. Я очень рада. Но еще и нужны свидетели. Такая я. Зачем? А, прости, Кемаль. Да нет, ты и так одна из свидетелей, но... Второй свидетель нужен. Я вот его ищу. Брат звонит. Интересно, что там? Алло, брат. Ты как раз вовремя, у меня есть для тебя прекрасный сюрприз. Что за сюрприз? У меня сегодня будет свадьба с Бахар. Что? Где ты? Я сейчас приеду. Брат, я сказал сегодня, а не сейчас. Я сейчас в ЗАГСе нахожусь. Брат. Пусть это останется между нами, ладно? Я не хочу, чтобы кто-то вмешивался. Ладно, ладно. Я сейчас приду. Там мы поговорим. Брат. Брат. Положил трубку. Кемаль? Если Джинейту будет некомфортно, я могу уйти. Не глупи. Ты ведь архитектор этого дела? Никуда ты не пойдешь. Боже мой. Да. Кадер. Не подавай вид, что говоришь со мной. Даже не думай. А, Дильган, Дильган, дорогая. Как ты? Говори. Держись, мы сегодня устраиваем сюрприз своей сестре. И что за сюрприз? Ладно, я в деле. Кому-нибудь что нужно с кухней? Нет, спасибо. Я в ЗАГСе был только что, договорился. Чего? Я не могу в это поверить. Сейчас ты будешь и больше в шоке. Свадьба будет сегодня. Нет, еще чего. Я не могу в это поверить. Ты прекрасен, прекрасен. Что случилось? Да секунду, мама. Послушай меня сейчас внимательно. Хорошо, хорошо. Мама, Кемаль назначил день в ЗАГСе, причем на сегодня. Давай, вставай скорее. Что? Что ты говоришь, а? Что ты говоришь, а? Ну вот и все. Через два часа мы поженимся. Ты прекрасен. Давай тогда костюм тебе какой-нибудь купим. Да не надо. Сядем за стол такими, какими будем. Да и так, для Бахара это будет сюрприз. Потом отпразднуем. Кемаль. Привет, брат. Добро пожаловать. Поздравляю тебя, Лев. Спасибо, брат. Ну и откуда это вылезло на ровном месте? Я как на Эйна из Ферды попивал чай, и тут она подсказала. Ну вот, в итоге мы здесь оказались. Но она права. Задерживаться-то не надо. Ну ладно. Хорошо вышло. Ну а где невеста? А, для нее это будет сюрприз. Слушай, у тебя каждое мероприятие и настоящее событие. Ну ладно. Может, чего-то не хватает? Что-то нужно сделать? Нет, брат, я все организовал. Осталось только свидетелей найти. Не знаю, что делать с этим. Мой свидетель Ферды, а вот у Бахар нет. А, вот как. Я бы спросил у тебя, может ли ты? Но слушай, кроме тебя больше никого ведь. Конечно, я буду. Тогда осталось невесту привезти. Приведем ее сюда, и дело в шляпе. Заходи, сестра, заходи. Нет здесь нашего глубоко уважаемого гостя. Они с господином Усманом вместе поехали гулять по Анкаре. А почему? Да не знаю, сестра, эта женщина не знает Анкару. Значит, известный бизнесмен Анкары Усман Козан устраивает экскурсию по Анкаре этой женщине, правильно? Ну, кажется, да. Ну, посмотрим, где они. Да ну, еще чего. Телефон забыл дома. Ты что, это что ли наденешь? Ну нет, так нельзя, снимай. Да и посмотри, оно же все в пятнах. Слушай, Кадыр, где тут пятна? Нет, это нельзя, нельзя, давай снимай. Ты лучше белая, белая надень, белая. Слушай, ты говоришь, что мы торопимся, что мы теперь еще вещи будем подбирать? Ну, а что поделать, дорогая? Кемай сказал, что это срочно, и сказал, чтобы ты надела что-то красивое. Зачем что-то красивое это надевать? Я не понимаю, что происходит, ты заставляешь меня суетиться. Что-то случилось? Слушай, сестра, откуда мне знать? Он тебя ждет у парка. Сестра, слушай, ничего плохого ведь не случилось? Ой, у тебя все плохое, у тебя все сразу плохое. Надеюсь, они опять не подрались с Бератом. Будешь кофе? Спасибо. Ты бы сказал, я бы взял. Пей на здоровье. Ты на нас-то посмотри. Где мы? Мой брат действительно больной человек. У него постоянно все меняется. Удруг принял решение о браке. Он не больной, он любит. Очень сильно любит ее. Вот как. Да и так гораздо лучше. Никто им не будет мешать, они просто поженятся. Главное, чтобы с ними все было нормально, правильно? Пускай они до конца дней своих будут вместе. Добро пожаловать в жизнь моя. Привет. Что случилось? Ты сказал срочно прийти? Пойдем со мной. Кемаль? Что это? Давай, Бахар, я тебя похищаю. Кемаль, куда мы идем? Не надо задавать много вопросов. Не надо, давай. Кемаль, куда мы идем? Ой, я очень счастлив, господин Усман. В Аныт-Кабыр я не ехал уже, наверное, лет 10. А теперь очередь замка Анкары. Ой, клянусь, вы читаете мои мысли. Откуда вы узнали, что мне интересно это место? Да? Ты где? Что делаешь? Дорогая, я на шопинге. Послушай, ты же не с господином Усманом, да? Нет, не волнуйся. Слушай, если ты рядом с господином Усманом, в этот раз я тебя убью. Да нет же. Слушай, все, хватит давить для меня. Мне это уже начало надоедать. Да ладно, делай там, что хочешь. Настроение у вас испортилось? Кто звонил? Что-то плохое случилось? Ой, клянусь, мне совсем нехорошо, господин Усман. Мой муж Эльхам. Устраивает мне настоящую тюрьму, а не жизнь. Вот как? Ладно, давайте не будем портить настроение. Мы ведь в замок едем, да? Давайте забудем про замок. Давайте хорошенько сейчас покушаем. Было бы прекрасно. Клянусь, я проголодалась как волк. Стыдно было сказать, я промолчала. Клянусь, отменяем замок, едем в парк-отель. Видишь? Где ты это нашла? А здесь есть. Я попросил, они дали. Платья свадебного нет, но справится уж с этим. А ты всегда была такой талантливой. Кемаль, что мы делаем здесь? Невеста? Кемаль? Кемаль, что ты делаешь? Дорогая, у нас будет свадьба. Никто не сможет вмешиваться в наши дела. Никто не сможет нам помешать. Станешь моей женой ты. Жизнь моя, у нас будет свадьба. Свадьба. Слушай, ну так ведь нельзя делать. А как это должно быть? Ну не знаю, никто ведь не знает. Мама, Катай, тоже не здесь. Они придут, дорогая, придут. Пойдем. Алло, Хандан, нам конец. Слушай, послушай. Махар и Кемаль подъехали сейчас к ЗАГСу. Добро пожаловать, Невеста. Привет. Ну как тебе сюрприз? Никогда не забудешь это. Да. Но все очень внезапно произошло. Нет, нет. Так гораздо лучше. Процесс бракосочетания должен быть незабываемым. А вот празднуйте потом. Это для тебя. Возьми. А если ты на волосы тебе нацепим, то делай в шляпе. Спасибо. Ну давай, приходи. Наденем. На что ты смотришь, брат? Слушай, таким разве же них может быть? Снимай это. Снимай давай. Снимай. Чтобы ваший час остался. Бахар. Снимай очень тебя любит. Причем очень. Ты не думай ни о чем. Отпусти себя, расслабься. Вы заслужили счастье. Как думаешь, мы все купили? Надеюсь, я ничего не забыла. Ты целый мир скупила. Что ты могла забыть? Конечно, я буду покупать. Он же мой брат. Я ничего не могла сделать кемами. И Бахар тоже давно хотела что-то сделать хорошее. Ладно, дорогая, я ничего не сказал. Слушай, Ферман, дорогой. Раз уж мы едем туда, ты, может быть, тоже зайдешь внутрь. Хотя бы поздороваешься и выйдешь. Меня не впутывай, Илдис. Ты иди и передавай тебе привет. Да и что я там забыл? Ой, да ладно. Да, дорогой Дженейт. Все нормально, нормально. Ферман меня везет к Кемалю. Кемаль же дома, да? Где он? Чего? Что вы за братья такие, мать вашу? Послушай, скажи ему, звали вы меня или нет, не суть. Я еду туда. Хорошо, родителям не скажу, никто не узнает. Что случилось? Свадьба, что ли, опять? Да, причем в течение часа у них будет брак заключен, Ферман. Они больные, больные. Нет, как нормальные люди. Организовали бы заранее. Господи, мама, не надо ворчать. Ты же была в числе первых, кто ждал их брака. Вот сегодня они и станут мужем и женой, видишь? Да и с братом все нормально. Хватит уже расстраиваться, Севги Султан. Хватит. Ну ладно. Давай пойдем, не будем опаздывать. Секунду, мам. Я помаду, можу помаду. Отлично. Ну вот, это здесь. Спасибо, дорогой. Дальше я пересяду на такси. Ферман, давай ты тоже иди, а? Меня же никто не звал, Вилдес. Вы идите как братья и сестра. Отдохните как следует. Ферман, ну не надо так, а пожалуйста. Ладно, я ничего не сказал. Давай, не опаздывай. Ладно. Хотя бы то, что в багажнике. Отвези домой к Кемалю. Не глупи, Вилдес. Там же дома никого нет. Слушай, ну я столько еды наготовил, и все испортится. Да и после церемонии они придут уставшие. Вечером это будет как подарок. Оставишь соседей. Ладно. Прекрасно. Спасибо, дорогой. Давай, увидимся. Ты стала самой прекрасной невестой, которую я видел. Но будет лучше, если мы помаду добавим, чтобы лицо было более цветным. Спасибо. Я сделаю. Ну что, как ощущения? Схожу в уборную. Кемаль. Слушай, действительно, вы сегодня распишетесь? Такого нелипого жениха, как ты, я еще не встречал. Да ладно, брат, забудь ты. Давай посмотрим зал. Сообщение от Хандан. Все ли нормальный сунут? Я слышал, что его пырнули ножом. Хандан. Махар звонит. Алло, мама. Мама, с ума там все нормально? Я говорила с ним, говорила. Все нормально. Мама, не надо врать. Я знаю, что его пырнули. Откуда ты узнал? Я же сказала, Кадер не говорит. Ну? Мама, скажи мне что-нибудь. Нормально ли все с умутом? Дорогая, все нормально. Клянусь, все нормально, не волнуйся. Ну, а ты говорила с умутом? Да, говорила, говорила. Голос у него очень приятный был. Все нормально с ним. И с доктором его говорила. Ранили в ногу, но рана не глубокая. Все нормально с ним. Ты не волнуйся. Махар, ты на линии? Да, мам, я здесь. Дорогая, мы идем, успеем. Ты не волнуйся, ладно? Дорогая, мама, я ничего не говорила. Здравствуйте, господа. Слушайте, извините. Бахар, надеюсь, церемония еще не закончилась? На самом деле, знаешь, я не люблю присоединяться к церемониям, на которые меня не зовут. Поэтому я решил празднование здесь устроить. Я... Да, дорогая. Я не уехала. Узнала про брак и осталась. Знаешь, я сказал, Гилдис. Не сказал бы, она бы меня убила. Но я сказал ей, чтобы она никому не сказала. Ну и правильно, брат. Сестра и так всегда была рядом с нами. Я тоже хочу, чтобы она пришла. Как тебе цветы? Эх, Найзера, эх. Ты смотри, что приключилось, а? Господин Сман считает достойной меня этих выходок. Что все это значит, а? Чем я заслужила все это? Тебе не кажется, что ты преувеличиваешь, сестра? Что-то ты пристала к этой женщине, зациклилась прям. Хорошо. Да, она немножко игривая, но она правда хорошая, неплохая. Да разве она может играть с судьбой своей дочери? Она просто хочет наладить отношения с господином Сманом, и все. Она взяла моего мужа за ручку и говорит, вот там то, тут все. Анкару, он ей показывает, а я преувеличиваю. Ты посмотри, что происходит. Время какое, его все еще нет дома. Где ты, а? Где ты? Хандан, что происходит? Что ты делаешь? Я так сейчас не могу рассказать. Ты видеозвонок-ка прими, ладно? Что ты делаешь? Привет. Ну, как говорится, без скандалов-то никуда. Хандан, что происходит? Что ты делаешь? Я скажу. Точнее, ты сама увидишь своими глазами. Кстати говоря, разве может Вуаль настолько не подходить человеку? Да что происходит? Ты... Что делаешь? Разве это не разум с нашим домом? Не вздумай делать глупостей. Я не буду делать глупости, дорогая. Это сделают другие. Я буду просто смотреть на это. Конечно, и ты будешь смотреть на это. Хандан, я умоляю тебя. Я предупреждала тебя. Говорила, чтобы ты рассталась с Кемалем. Ты думала, что я не узнаю, а? Ты реально такая тупая, что ли, Бахар? Я... Вчера ты переспала с Кемалем, а сегодня вы распишетесь. Красавица, за все ведь надо платить. Но я же тебе говорила. Говорила, что так же, как я спасла жизнь твоей мамы, я могу и лишить ее этой жизни. Хандан. Давай, выходи, выходи. Не шуми, смотри, давай. Слушай, ну мы опаздываем. Вот зачем нужно было вот столько макияжа, а? Слушай, на такси поедешь. Да, садись. Денег-то много, мы же миллионеры. Здравствуйте, женщины. Здравствуй, братец. Что такое? Что такое? Куда вы собрались? Куда? Какая вам разница? Кадаре, тише. Прочь с дороги. Это будет сложно. Хандан. Умоляю, оставь их. Клянусь, я сделаю все, что ты захочешь. Пожалуйста. Как тебя зовут? Иди-ка сюда. Слушай, пусти меня. Пусти мою дочь. Не трогай ее. Помогите. Мама. 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 Хандан. Умоля, хватит. Пожалуйста, хватит. Тише, женщина. Тише, не надо орать зря. У нас нет денег. Не видите, что ли? Что вам нужно? Неизвестно, есть у вас деньги или нет. Это мы сейчас проверим. Не трогай маму. Что-то у тебя и маму твою. Пусти мою дочь. Пусти. Пусти. Так, ну хватит. Мама. Помогите. Помогите. Рот закрой. Ты тупая, что ли? Мама. Помогите. Хандан. Умоляю, оставь их. Клянусь, я сделаю все, что ты хочешь. Пожалуйста. Ты же поняла сейчас, да, дорогая? Этим людям важно только то, что я им скажу. Одно слово. Каждый из них много лет провел в тюрьме по убийству. Можешь быть уверенна, им не будет жалко ни маму твою, ни сестру твою. Потому что ради денег они сделают все. Умоляю тебя, Хандан. Пожалуйста. То, что случилось с умутом, с ними тоже произойдет, имей в виду. Ладно. Я обещаю. Сделай все, что ты хочешь. Оставь их, пожалуйста. Сначала давай, иди поскорее покончи с этим, или прощайся с мамой и с сестрой. Что тут сказать? Пускай Всевышний простит их грехи. Ладно. Я клянусь. Клянусь, я сделаю. Так было ранее, дорогая. Сначала сделай, что я говорю. Потом воссоединишься с мамой и с сестрой. Бахар, ну же тебя ждут. Скоро начнется церемония. Возьми это. Пусти, не трогай маму. Не кричи ты. Так, ну все, хватит, а? Пусти. Пусти. Убери руки. Кадер. Ну все, хватит уже. Пойдем. Пустите маму, псины. Мама. Казым. Дядя рядом с тобой? А, ты подвез их в парк-отель? А, я понял. То есть он миссис госпожа Ризан, да? Нет, ладно, ладно. Я потом с ним свяжусь. Да, удачи тебе. КОНЕЦ Ой, такое красивое место, подобает вашему уровню. Мы сделали декорации здесь, и еда здесь очень вкусная. Мама, встань, пожалуйста, мама, все нормально, мама, мама. Вставай, Кадер. Мама, мамочка, мама, Кадер. Мама. Вы в письменной форме, направленном заявлении о желании заключить брак. Однако, еще раз я прошу вас подтвердить свои намерения перед гостями и свидетелями для их спокойствия. Вы, Мехмед Кемаль Козан, признаете Бахар Кайджан в качестве своей жены? Абсолютно точно. Да. А вы, Бахар Кайджан, признаете Мехмед Кемаль Козанов в качестве своего мужа? Абсолютно точно. Субтитры делал DimaTorzok Господи, где же ты, человек? А где же ты? За ваше здоровье, господин Усман. Вы заставили меня рассмеяться. Надеюсь, вы сейчас заставили смеяться вас. Вы столько всего заказали. Как мы будем это кушать? На каждую понемногу попробуйте. Все выглядит очень вкусно. Бахар, дорогая. Кажется, госпожа Бахар капризничает. Я еще раз спрошу. Вы, Бахар Кайджан, признаете Мехмед Кемале Кузану в качестве своего мужа? Нет. Госпожа Бахар, пожалуйста, скажите громче. Мехмед Кемале Кузану, вы признаете в качестве своего мужа? Нет. Нет, я этого не хочу. Мехмед Кемале Кажется. Субтитры создавал DimaTorzok